Президент Медицинской палаты Ульяновской области уполномочил меня, председателем Медицинской палаты Ульяновской области, огласить обращение к жителям Ульяновской области. Уважаемые жители Ульяновской области, Президент Медицинской палаты озабочен ситуацией сложившейся в здравоохранении. Все мы знаем о трагедии, которая произошла с Екатериной Федяевой. Этот вопиющий случай не оставил равнодушием никого из нас. От лица всего медицинского сообщества мы выражаем искреннее соболезнование родственникам и близким погибшей и просим извинить медицинских работников за столь действительно прискорбный случай. Мы тщательно проанализировали причины возникновения этой трагедии и примем все меры для недопущения ее повторения. Мы знаем о том, что в здравоохранении сегодня существует много сложных вопросов. Недостаточный профессионализм некоторых медицинских работников, нарушение правил этики и дентологии, всех нормативные расходы, не обеспеченные источниками финансирования, избыточное количество немедицинского персонала в сравнении с медицинским персоналом, недостаточные организационные качества руководителей лечебных учреждений. Но вместе с тем отрасль активно развивается, открываются новые медицинские учреждения современного уровня, перинатальный центр «Мама» и ряд других лечебных учреждений, закупается оборудование, расширяется объем высокотехнологичной медицинской помощи, в сельских районах создаются модульные фельдшерско-кушерские пункты, существенно повышена заработная плата медицинских работников в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации. Достигнутся большинство сигнальных показателей по снижению смертности, включая уровень общей и младенческой смертности. Медицинские работники ежедневно спасают тысячи жизней и дают все силы в сохранении здоровья пациентов, в повышении качества медицинской помощи. Жизнь не стоит на месте, система здравоохранения нуждается в переменах. Нам необходимо сконцентрировать усилия на повышении эффективности финансово-экономической деятельности во многих лечебных учреждениях. Резервы здесь есть. Мы обращаемся к руководителям учреждений здравоохранения области с требованием разработать в кратчайшие сроки программу развития учреждений с учетом сокращения неэффективных расходов. К сожалению, не все руководители больниц к этому готовы. Для этого по поручению губернатора создана рабочая группа из числа самых опытных и грамотных специалистов в отрасли, который займется глубоким анализом финансово-экономической деятельности в развитии каждого лечебного учреждения. Самые широкие полномочиями придается этой рабочей группе организационного, медицинского характера, вплоть до кадровых решений. Сейчас многое зависит от каждого из нас. Только сообща, мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему. Разработанные меры, безусловно, приведут к позитивным изменениям, благоприятно отразятся на повышение качества медицинского обслуживания и удовлетворенности граждан в уровне медицинской помощи. Высказались по ситуации и другие авторитетные представители палаты. Дело в том, что то, что сказано сейчас председателем медицинской палаты обо всех достижениях здравоохранения нашего региона, на самом деле это все имеет место быть, и мы понимаем, что это все так. Но, к сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать, что мы, как медицинские работники, не в полной мере отвечаем на ту заботу государства о нас. И поэтому сегодня мы должны принять где-то экстренные меры, где-то плановые, но обязательно рассмотреть ситуацию здравоохранения в разрезе каждого лечебного учреждения. Мы не говорим сегодня о сокращении, мы не говорим сегодня о закрытии лечебных учреждений. Понятно, что закрываться лечебные учреждения не будут, но выполнять свой долг, так как мы это должны делать, мы обязаны. И, конечно, указ президента говорит не только о том, чтобы повысить заработную плату медицинским работникам, и об этом тоже, но в данном случае мы должны более внимательно указ прочитать и посмотреть и учесть то, что мы должны сделать для выполнения указа президента. Я могу с уверенностью сказать, что за последние 10 лет существенное развитие медицины как науки и системы здравоохранения в Российской Федерации происходит. Но наряду с этим я не буду перечислять, что открывается, достигается. Да то, что вообще 10-15 лет назад мы даже не мечтали об этом, мы даже не думали о том, что это возможно. И вот реально сейчас врачи, медицинские работники имеют в руках те технологии, которых несколько там десятков лет назад не было. Вот наряду с этим то, что меня тревожит как организатора здравоохранения, это то, что все-таки за эти годы было утеряно вот эта душевная составляющая медицинской профессии. Я не могу сказать, наверное, утеряно неправильно, но снижено, да, не утеряно, но снижено. И вот не достает нам в большинстве своем сейчас медикам это внимание, заботы и участие каждому пациенту. И вот я считаю, что это одно из главных направлений, по которым мы в практическом здравоохранении руководители должны в ближайшее время работать. Молодежь очень хорошая к нам приходит. После окончания вузов, вот у меня в этом году в поликлинику пришло 24 молодых специалиста. И по настоящее время я не нарадуюсь на каждого из них. Но если мы им не вложим, то это правильное отношение к пациенту, они его, естественно, не приобретут. Я присоединяюсь к своим коллегам. Безусловно, здравоохранение развивается, развивается активно. И тому подтверждение новые технологии, новые методики, которые мы сейчас осваиваем на уровне ведущих центров Российской Федерации. В частности, наш центр травматологии и центр травматизма сейчас оказывает большое количество высокотехнологичных операций. И если мы начинали в своем пути с 14 операций такого рода, то на сегодняшний момент мы делаем более 400. Это подтверждение, и мы видим это подтверждение в словах наших пациентов. Поддерживаю своих коллег в том, что ситуация сложилась в настоящий момент критическая, и нам вместе нужно искать выход.